Диалог по вопросам делимитации, демаркации госграницы с Узбекистаном прошел в конструктивном русле. Приветствую членов делегации, глава ГКНБ Камчебек Ташиев отметил, что Кыргызстан придает особое значение скорейшему завершению юридического оформления рубежей с соседним государством. И думаю, наши страны обоюдно заинтересованы и нацелены на этот процесс, который отвечает интересам наших братских народов. Ведь мы с вами, живя в соседстве вот уже много веков, имея тесные дружеские отношения, родственные связи для создания благополучных условий нашим гражданам, должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков. Не остался в стороне вопрос безопасности граждан, проживающих на приграничных территориях. Стороны выразили полное взаимопонимание о необходимости активизации работы наших правительственных делегаций, которая замедлилась из-за пандемии коронавируса. Сегодня начался очередной раунд переговоров по делимитации и демаркации узбекской-кыргызской границы. Как вы знаете, в 2017 году между руководителями двух стран был подписан договор о госгранице с Кыргызской республикой. Сегодня остались ряд еще неописанных участков, по которым идет активная работа. Сегодня мы приехали в Бишкек для продолжения этих переговоров. На сегодняшний день Кыргызстан и Узбекистан делимитировали 1170 километров или 85 процентов государственной границы. Работы по определению приграничных участков начались еще во время Советского Союза. Отдельные договоренности были достигнуты еще в 20-30-е годы прошлого столетия. Но, как показала практика, вопросы госграницы решаются не так быстро и легко. Четкое определение госграницы также зависит от внешних факторов, как политическая обстановка двух стран, глобализация и военные процессы. Даже промежуточные переговоры, они юридически не прошли всю требуемую норму. То есть не было издано соответствующее постановление правительства. Правительство это свое предложение не вносило в парламент, тогда в президиум Верховного Совета Кыргызской ССР или Узбекистской ССР или Таджикистской ССР. Естественно, там не было, ну как бы не рассматривался этот вопрос и обмен соглашениями, как положено требовать нормы, они не были соблюдены. Решение вопросов также затягивалось из-за частой смены членов комиссии. Как отмечают эксперты, на данном этапе приграничные вопросы курирует глава ГКНБ, который владеет всей необходимой информацией, что это позволит быстро решить имеющиеся вопросы. Они примут с учетом оперативных данных, с учетом массива информации, примут более оптимальное оперативное решение, чтобы решить вопрос шаг за шагом. Где-то мы уступаем, где-то они уступают. Демаркация, делимитация границ между Кыргызстаном и Узбекистаном более позитивно идет по сравнению между Кыргызстаном и Таджикистаном. Процессу делимитации, демаркации госграницы с Таджикистаном в основном препятствует локальный конфликт, отмечают политологи, но на сегодня сделаны уверенные шаги в решении приграничных проблем. Проблема делимитации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном имеет активную фазу, потому как на сегодняшний день какой-то шаг к этому вопросу уже делается. Таджикистан и Кыргызстан разделяют границы протяженностью 970 километров, из них согласована 519 километров, оставшаяся часть значится спорной. Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 километров, из которых, напомним, делимитированы 1170 километров. Кондус Кадатайва, Бокаткоязов, ЛТР, Бишкек.